В Москве проходит второй международный алюмфорум. В течение трёх дней запланирована деловая программа и масштабная экспозиция продукции из алюминия. Вот, кстати, этот велосипед. Он выполнен из переработанных капсул для кофемашины. Выставка наглядно демонстрирует возможности использования материала в самых разных сферах – в инженерном деле, архитектуре, дизайне в публичных городских пространствах. Сами регионы говорят, что за алюминиевым мостостроением большое будущее. О том, что это уникальные объекты, они говорят об их потребительских свойствах, их лёгкость, быстрый монтаж, что этот мост устанавливается буквально подъёмным краном в течение получаса, что они красивы, что это украшение их городов. Строительство – одна из отраслей, которые лидируют по потреблению алюминия. Алюминий, он может выглядеть не как алюминия, как дерево, как медь, как кирпич. Алюминий позиционирует себя как материал, который пригоден для всего, обеспечивает ту самую качественную среду, о которой мы с вами говорим. Архитекторы отмечают, использование алюминиевых конструкций позволит сэкономить на эксплуатации сооружений в долгосрочной перспективе. Металл зарекомендовал себя в ряде проектов. Есть прекрасные проекты в Красноярском крае. Сейчас реализуются проекты и в Москве, и в Нижегородской области. При именении алюминиевой технологии в строительстве мы видим здание аэровокзального комплекса в Саратове, то есть новые технологии. У него вид совсем другой. Россия занимает второе место в мире по производству первичного алюминия. Сегодня его объём порядка 4 миллионов тонн. Спрос на материал будет расти. Об этом говорили участники форума. С 2017 года Фондом развития промышленности под эгидой Минпромторга России было поддержано на сумму порядка 3 миллиардов рублей. Это проекты и в машиностроении, и по производству алюминия. Была проведена большая работа в нормативно-техническом регулировании. Потенциал российского рынка, не говоря об экспортном потенциале, он имеет достаточно большой объём, и мы будем этим заниматься. Обсудили роль металла в экологической повестке. Спикеры отметили, материал практически на 100% перерабатывается, а значит, может быть использован повторно. Также сформирована программа по сокращению выбросов СО2. На модернизацию производств выделили более 4 миллиардов рублей. Мы первые объявили о нейтральной углеродности в таком длительном горизонте планирования 2030 год. Мы планируем снизить свой углеродный исследователь на 35%. Мы планируем быть углеродно-нейтральными. Таких обязательств ни одна алюминия компания не дала. Кроме того, мы крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия. Мы производим более 3 миллионов тонн. Алюмфорум приурочен к году архитектуры и строительства в СНГ. В нём принимают участие более 30 компаний. Среди зарубежных участников делегации из Италии, Германии, Турции, Японии, США и Канады.